Коханый, как там в Польше? У меня все хорошо, на работе почуваюсь все хорошо. Привет, Люба, как там в Польше? Так, все окей, на работе все хорошо, шеф тоже любезный. Да, дорогие мои, именно так сейчас начинается реклама в Польше. В этом видео я хотел максимально информативно рассказать вам о том, как живут наши с вами соотечественники в Польше. Но, но передумал. Передумал? Потому что никто не расскажет лучше о них, чем они сами. Поэтому давайте спросим у них, действительно ли все так хорошо в Польше, как об этом говорится в рекламе. Меня зовут Вадим, и вы на канале «Ютубер в Польше». Итак, привет. Привет. Скажи, как тебя зовут и откуда? Юля. Меня зовут Юля, я из города Сумы. Хорошо. А как давно ты здесь, Юль? И почему вообще решила приехать? Ну, уже 9 месяцев, как в Польше. 9 месяцев? А почему решила приехать? Ну, потому что в городе у нас нет работы, ну, как бы работа есть, но зарплаты очень маленькие, поэтому как-то такой был спонтанной, такое спонтанное решение, скажем так, поехать куда-то, заработать. Заработать, да? Юля, ну... Ну, и заработать, и плюс еще посмотреть... Мир. Мир, скажем так. Что-то познать новое, посмотреть, как люди живут. А какие были твои первые шаги, чтобы вообще поехать в Польшу на работу? Что ты там делала, на себя искала, как работодатель, а там... Ну, я обращалась в фирму, через которую я нашла работу на Дели. В принципе, такого... Через фирму, так? Да, через фирму. То есть ты платила им за это деньги? Ну, да, агенции заплатили, я не помню, сколько там у нас, где-то тысячу гривен получилось. Это уже совсем... С пакетом документов уже приглашение. Чтобы податься на визу, да? Или по безвизу ты приехала? Нет, я приехала по безвизу, но были документы, что у меня уже точно я приеду в Польшу, и я уже будет у меня определенное место работы. То есть, в принципе, тебе дали освещение на руки, так? Так, так, так. Ну, и дорожную карту просто куда ехать, так? Да, страховка, все. А, и страховка еще не ополнили, да? Да, страховка еще была. Еще страховочка не ополнили. Плюс билеты и все. Билеты ты сама покупала? Ну, мы заказывали на фирме билеты. Ну, за свои деньги? Ну, конечно, за свои деньги. Не, ну, мало ли, может, бонус какой-то был? Нет, за свои деньги этот самый, да. Так, и скажи мне, опиши свои первые впечатления, когда ты уже приехала, попала, соответствовала ли эта вакансия тем твоим ожиданиям, которым, как бы, которыми апеллировал, скажем так, посредник? Или говорил тебе об этом? Ну, в принципе, как. Так, как нам рассказывали, конечно, когда мы приехали, то, что нам говорили, что жилье будет отдельно, как бы квартира, там, этот самый, то, сё. А жилье отдельно для кого? Для тебя одной или для... Нет, у нас было четыре человека, я друг и еще там пара. Итак, мы приехали на фирму, на Монт Пауэр. Пока там заполнил документы, то сё. Пришла Алена, которая занимается распределением жилья. И она сказала нам адрес, куда нам ехать, где мы будем проживать. И такая говорит, типа, будете там четырехкомнатная квартира, у вас там будет жить шестнадцать или семнадцать человек. Да ладно, да? Да, одна комната, в которой мы жили в четырех. Ага, комната на четырех? Да, ну, как-то сразу такие, о, говорили, будет как бы там однокомнатная или двухкомнатная, у каждого будет там по комнате. Ну, когда мы приехали туда, конечно, было впечатление такое, не особо. Уже хотелось бы домой уже уехать. Ну, просто говорили одно, а получается уже другое, понимаешь? Ну, потом решили как-то обустроиться пока. Съездить, посмотреть на завод, на работу, как это все будет, происходит. То есть не рубить с горяча? Да, не рубить с горяча, да. Да, потом приехали, на следующий день мы ходили на бодание, и приехали еще одни. Бодание это медкомиссия? Да, 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 да. Ну, там, в принципе, быстро ничего такого сложного. Где-то до обеда справились, потом пошли на Монт Павер сходили. Нам дали адрес, место работы, где мы будем работать, как нам доехать, все это как бы было. Ну, то же приехали уже снова на квартиру, и к нам заселились еще одним. Семь человек, очень хорошие люди, как-то мы сразу с ним сошлись, ужились, да. Ну, общаемся, приветы передаем, там уже четыре человека уехало домой, этот, с этих семи. Так что как-то так, в принципе, не знаю, мы прижили за месяц. Ну, а потом, случилось так, что я познакомлю с молодым человеком. Здесь? Да, Надель. И мы решили, типа, съехаться с ним. Теперь уже, наверное, месяца восемь живем. Вот такие вот истории у нас происходят, ясно. Иль, опиши саму обстановку в коллективе, да, и немножко там по работе, что там сложно, не сложно. Ну, в принципе, не знаю, коллектив, в принципе, вроде бы нормальный, все, скажем, общительные друг с другом. Когда надо, все помогут по работе, скажем так, обстановка нормальная. Обстановка тебя полностью устраивает, да? То есть, все хорошо, да? Можно сказать, и так. А как координаторы, там, или, не знаю, тренеры, руководители, как у нас? Ну, мне кажется, наверное, нам с координаторами очень повезло. Повезло, да? Да, просто, ну, как наслышано, есть некоторые координаторы, которые, ну, так, не особо. Относятся, да? Относятся, да. Такое вот есть. А в этом плане все, да? Да. У нас... А есть какие-то плюсы-минусы в работе? Плюсы? Ну, минусы, наверное, то, что как-то нету надгоды, маленькая зарплата. Вот это вот минусы. А давай, так, может, на камеру все-таки, кому-то, возможно, интересно, сколько там наши зарубичаны зарабляют? Сколько так в среднем приблизительно? Ну, в этом месяце я получила 2 300, это как бы маловато. Маловато, да? Да, не было надгоды. Это уже чистыми на руки. Это чистыми, да, 2 300, это как бы маловато. Ну, будем надеяться, что в следующем месяце мы получим побольше. Побольше, да? Пенёшек. Ясно. А ну, скажи мне ещё такой, ответь на такой вопрос. А планируешь ли ты сменить работу? Ну, пока нет. Пока нет. То есть всё устраивает, всё хорошо? Ну да, пока да. Ну, буду надеяться, может, будут надгодыны и будет больше зарплат, поэтому пока нет. Пока не буду менять работу. А выезжать, а выезжать планируешь? Домой? Ну, как бы и не просто в гости, а, ну, вопрос тогда так, я поставлю. Планируешь ли ты остаться здесь надолго? Если честно, я пока об этом не думала. Не думала, да? Да, я стараюсь не планировать наперёд, потому что, как обычно, то, что напланируешь, может не быть. Давай так, может, повторюсь. А сколько ты уже здесь? Девять месяцев. Девять месяцев. Уже девять месяцев. Уже почти год. Уже почти год. Быстро пролетели эти девять месяцев. И пока ты ещё не думала, оставаться или нет? Да, ещё пока нет. Возможно, ты ещё будешь думать месяцев девять. Ну, по крайней мере, карта у меня до апреля месяца, пока можно остаться, пока можно поработать. Карта побыта у тебя до апреля? Да, до апреля 2020 года. Так что можно пока оставаться, пока работать. Пока есть время ещё подумать. Да, время ещё подумать, да. Ясно. Как-то так. вопрос вопрос в следующем заключается как проходит твое свободное время от работы здесь будешь ли ты куда-нибудь в кино в театре нет не были в театре мы тоже в музей это мы не сходили я была как раз тогда на больничном за спину я не могла пойти хотелось конечно есть ли свободное время есть по выходным только по выходным так после работы обычно что приходишь домой покупался пока приготовил и надо уже ложиться спать потому что рано вставать такая уже зарубича никакой личной жизни не а по выходным бывает этот самый с друзьями встречаемся на шашлыки ходим ходите там там и ходили на шашлыки два раза в этот парк ездили гулять ботанический сад ездили очень красиво мне понравилось когда как раз тюльпани на этот самый расцветали было бы прикольно фотки видео нет конечно но фотки есть мы не выставляем свои фотки не афишируете я на принципе уже все знают как бы догадывается на работе но на работе только друзья там не друзья знают конечно друзья знают этот самый мои знают родители там сестра брать знают его тоже знает мама и брат что это как бы нет варшавы есть очень красиво мне понравилось особенно старый город старыми очень красиво как у нас и львов тоже такой улечки такой фонтан конечно мало где были потому что особо времени не было мы приехали на на где-то в частиков 10 сходили в парк очень красивый очень большой парк был но потом пошли пешком дальше прогуляться как-то так находились на фоткались отлично такой у меня вопрос еще тебе что можешь посоветовать скажем так новичкам нашим соотечественным которые собираются в первый раз поехать на заработки там польшу не польшу не важно есть какой-то у тебя такой лайфхак совет для них даже не знаю наверно точно не боятся а ехать рисковать сюда скажем так вот а еще что ты скажешь людям например пользоваться услугами агенции платить за это деньги чтобы искать работодателей и мне кажется наверно лучше через агенцию чем напрямую да а напрямую ну вот как сам ты приезжаешь и ты не знаешь куда тебе ты можешь прийти на даже если ты найдешь через интернет работу это не факт будет то что ты устроишься сюда все-таки как-то агенция мне кажется берет на себя какую-то обязанность ответственность ответственность да чтобы тебя трудоустроить это такое мнение двоякая поэтому поэтому мы будем спрашивать как бы расспрашивать у наших соотечественных которые уже здесь пользоваться или не пользоваться услугами посредников на украине чтобы приехать сюда на работу поэтому по крайней заплатила тысячу а есть люди которые платят по 6 есть и то что им обещают не знаю может мне как-то повезло ну как то вот мы приехали этот самый мы только подавали заявку на дело но я сразу говорила что я не хочу работать там на рыбном заводе там на мясо комбинате потому что это холодно и физически то тяжело вот как-то раз был такое сразу предложение надо согласились приехали попробовали посмотрели первое впечатление было конечно вообще думала я не справлюсь это сложно как это так собирать эти системы первое впечатление было уже особенно когда ты не знаешь языка и ты не можешь объяснить не можешь понять что тебе надо или что-то так да вот мы ехали когда ехали от монфавера на автобусе и нужно было купить билетики было немножко сложно но нам принципе помогли да нам карточкой рассчитались а потому что можно было карточкой мир не бездобрых людей да поляки были две женщины сидели мы долго стояли возле этого женщины значит польки купить если мелочи то нельзя не берут мелочь либо телефоном либо карточкой естественно картой у нас еще не было они за нас рассчитались мы им задали денежку и все это так или вот смотри глядя в камеру возможно там кто-то из твоих друзей знакомых будет нас там смотреть хочешь передать кому-то привет смотрите ребята узнать вот прямо сейчас вот в этом эфире она нигде не выкладывала со своим молодым человеком фотографии но сейчас мы об этом у нас есть общие фотки там где мы с друзья это видео видео это все уже видите проговорено поэтому вы уже в курсе об этих отношениях кому ты там хочешь передать привет всем привет и не только украинцам все подумай знаешь что ты не любишь другие нации вроде находишься в европе в толерантным таком как в этом даже стране то минутный но но мы всем передаем привет а особенно твоим друзьям знакомым которые тебя знают которые меня знают да окей ребята это интервью было специально для вас поэтому смотрите нашу рубрику дальше наши в польше и будем узнавать еще больше новой информации новых людей всем пока 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 украинцам